Как сделать так, чтобы мужчина вас завалил подарками, дорогими подарками, даже если вы уже 5, 10 или даже 20 лет в отношениях? Обязательно досмотрите это видео до конца, возможно, к концу вы поймете ту самую истинную взаимосвязь между вашей женственностью, сексуальностями и теми подарками, которые вы получаете, либо не получаете. Так что давайте будем разбираться. С чего я хочу начать? Смотрите, ну, многие же из вас уже взяли ручку, карандаш, и там сейчас я буду записывать эти приемы, чтобы мужик меня завалил дорогими подарками. Давайте будем честными и объективными. Если у вашего мужчины зарплата 50 тысяч рублей, никаких нахренов подарков дорогих у вас не будет. Запомнили это? Запомнили. Если у вашего мужчины зарплата в 200 тысяч рублей, то он может себе позволить изредка делать какие-то более-менее дорогие подарки, если он к этому готов. Если масштаб его личности действительно такой, он нужен себя. А если он зарабатывает еще больше, может быть, будет еще больше заработать. Давайте разберемся в этих мужчинах сначала. Есть же разные категории мужчин. Вот смотрите, есть мужчина богатый, но жадный. Есть таких? Конечно, есть. Есть у меня мужчины, у которых в моем даже окружении, люди, с которыми я общаюсь, он миллионы зарабатывает. Он в жизни не позволит себе потратить деньги на какую-то женщину там. А у него, тем более, ее нет. Я не знаю, может, у него мужчина есть, но на женщину он деньги точно не тратит. Это его принципиальная установка. Я не собираюсь узнавать, по какой причине, его личное дело. Таких мужчин очень много. У него деньги есть, но он жлоб, он жадный, он не хочет их тратить. Есть мужчины, которые не супербогатые, они зарабатывают какие-то скромные деньги, но при этом они щедрые. Чувствуете разницу? Поэтому, когда вы ожидаете от человека того, чего он вам не может дать, запомните раз и навсегда, никакие приемы не сработают. Ну, никакие совсем. А знаете почему? Потому что вы на разных уровнях энергии взаимодействуете, на разных языках любви говорите. Ну, допустим, ваш язык любви, один из языков любви, это чувствовать себя, вы чувствуете себя нужно и значимо, когда мужчина делает для вас подарки. А он не хочет делать эти подарки. Ну, вот ваш язык любви просто игнорируется. Он считает, что это бессмысленно. Ты взрослая, ты самодостаточная, сама себе покупай, сама себя обеспечивай. Что делает такая женщина? Она тратит годы своей жизни на то, чтобы изменить такого мужчину. Зачем? Для чего? Вы не поменяете его, он таким и останется. Есть мужчины, которые зарабатывают немного денег, но он себя чувствует очень круто, когда дарит женщине свой дорогой подарок. Он на него собирал деньги, взял там какой-то, может быть, кредит, займ, еще что-то, одолжил у кого-то, продал колеса свои старые, там, добавил деньги, но он сделал своей женщине неприятно. Это говорит о его желании. Мы же не можем заставить человека выпрыгнуть из штанов. Ну, вот надо просто признать тот факт, что мужчины, очень многие, не хотят делать подарки. Они жадные. И здесь вопрос уже к женщине. Вы с этим мужчиной только для того, чтобы он дарил подарки. То есть, это единственный критерий, по которому вы определяете качество отношений. Либо там есть нечто другое. Либо там есть чувство, любовь. Здесь вопрос очень простой. Я либо принимаю его вот таким, какой он есть, и не пытаюсь его ломать. И сама развиваюсь, и покупаю себе то, что мне нужно. Либо я расстаюсь с ним. Все. Либо я с ним расстаюсь. Есть же еще категория женщин, например, которые, допустим, за счет мужских подарков чувствуют свою значимость. То есть, подарки мужчины – это психотерапевтический стабилизатор для женщин. Если он, например, какое-то время не дарит ей подарки, она начинает сомневаться в своей значимости, в своей привлекательности, в своей красоте, в своей сексуальности. И если дали, значит я классная. Не дарит я не классная. Но это вообще история про незрелость психологическую. Женщина всегда должна себя чувствовать классной и уверенной в себе, и с нормальной здоровой самооценкой. Дарит ей подарки, либо не дарит ей подарки, вообще не имеет никакого значения. Но есть же категория женщин, которые, например, просто в отношениях с мужчиной из-за денег. Они улыбаются, они даже говорят «я тебя люблю», а все потому, что он дает деньги. Я, знаете, вот честно вам сказать, вот мои наблюдения. Я уже целый месяц нахожусь в Дубае. Причем здесь я уже, ну, не первый, а шестой или седьмой раз. Вот отель, в котором мы живем. Ну, он как бы такой, не дешевый. Там очень много и там известных людей есть, и богатых людей. Я наблюдал очень исследовательные картины. Идет, ну, давайте будем честными. Идет такой, знаете, вот мужчина. Вес примерно килограмм 170-180. Четыре подбородка. Висящие сиськи. Живот практически до колена. Щеки скоро вот закроют нос, блядь, сдавят, и он задохнется. Возле него идет потрясающая, красивая девушка. Причем не просто, вы можете сказать, эскортница шлюха. Нет! Нет! И бегут двое детей. И понятно, что это семья. Это семья. И мало того, что там разница в возрасте, ну, очень приличная, понимаете, так там еще внешне, ну, здоровый человек. Вот если мы даже берем ту же эпигаммную дифференциацию, то женщина как определяет, от какого мужчины она будет рожать? Ну, выбирает себе здорового самца, в первую очередь. А там болезнью веет. И если меня кто-то переубедит, я, ну, как бы, 100 рублей, там, не знаю, 100 долларов дам, что эта женщина его любит, я не верю в это. Это мое субъективное мнение, вы можете ошибаться. Я не верю в это. Я не верю, что эта девушка, которая весит 50 килограмм, получает какое-то удовольствие, соприкасаясь с этим вонючим, реально вонючим. Потому что мимо проходит, от него воняет потом. Там же жирный такой, там же все по-другому функционирует. Что она получает некое удовольствие от сексуальной близости с ним. И все эти разговоры, типа, может быть, у них душевная близость, а тогда сексуальная с кем? На стороне где-то? Ну, и такое, возможно, может такое быть. И о чем речь идет? Могут подарки держать? Конечно, могут. Конечно, могут. Смотришь, там, браслетик красивенький, там, колечко, еще что-то, еще что-то. И вот есть такая категория женщин. Они готовы переступить через себя, переступить через свою самоактуализацию и быть в отношениях с мужчиной, который будет приобретать эту женщину, ее молодое сексуальное тело за деньги, за подарки. Она будет делать вид, что ее устраивает все в этих отношениях. Но при этом, так же по моим наблюдениям, все эти девушки, когда их мужья куда-то отходят, они очень здорово обращают внимание на молодых, подтянутых, подкачанных парней и делают это, ну, даже не стесняясь, следя за ними, там, сопровождая взглядом и так далее. Ну, и таких парочек я за месяц, знаете, сколько повстречал? Ну, просто, просто, очень много. И мне, вот, у меня прям возникла идея такая и желание вот пригласить таких женщин, там, на интервью к себе. Вот взять, посадить их троих-четверых и посмотреть им в глаза и позадавать вопросы. И я понимаю, что в процессе нашего общения, там, за час-полтора времени я любую из них выведу на чистую воду. И она, честно, будет признаваться, что ее привлекает. Желание быть в отношениях с мужчиной, стать счастливой, либо подарочки. Я их не осуждаю, это их выбор. То есть, это, как бы, вообще их личное дело. И у меня просто есть на этот взгляд своя мужская точка зрения. Она именно вот такая. Именно такая. Подождите, я еще другой пример приведу. Я видел здесь же, в этом отеле, где я живу, другие пары, где явно видно, что там мужчина старше на лет 20, не меньше. Блин, на него приятно смотреть. Ну, правда. Ухоженный, подтянутый, элегантный какой-то весь. Он от него пахнет мужчиной. Понимаете? Пахнет мужчиной. А рядом с ним там женщина, которая девушка, с ребеночком, сыном, которая младше, там, на 20, может быть, даже на 25 лет. Ну, как-то они еще гармонично смотрятся. Но когда вот эта вот свиноматина, понимаете, с животом до колена, и рядом идет девушка модельной внешности с двумя детьми, и они плавают в бассейне, он как поплывок, б**ть, вот так вот, и она вокруг него, как вокруг китайской стены, б**ть крутится. Даже дотянуться, его нужно погрузить в воду, понимаете, вот по самую голову, блин, чтобы она дотянулась, объемы не позволяют. Объемы не позволяют. Так вот, давайте будем честными. Вот я не хочу, чтобы вы врали себе. В Ютубе есть же разные эксперты, разные видео и пишут, сделай эти пять вещей. Мы же не просто так ролик так назвали. Сделай эти пять вещей, и он завалит тебя подарками. Сделай это, и он будет дарить тебе Бенкли. Послушай, Бенкли может подарить мужчину, у которого есть деньги на такую машину. И Ролекс может подарить мужчину, у которого есть такие возможности. И вы должны понимать очень простую вещь. Действительно, очень часто от самой женщины зависит, будет ли мужчина дарить ей подарки или нет. Потому что, как показывает моя практика терапевтическая, например, мужчина в отношениях с одной женщиной был жлобом. Он вообще в нее не вкладывался. Он не дарил ей ничего, не ухаживал за ней. Но они расстаются, он встречает другую женщину и начинает за ней ухаживать и дарить ей подарки. О чем это говорит? Женщина другая. Какой женщине не дарят подарки? Женщина, у которой есть масса внутренних блоков финансовых и запретов. Женщина, которая не проявлена в своей сексуальности. Женщина, которая зависла в архетипе принцессы, в архетипе королевы, в архетипе хозяйки. А вот женщина, у которой проявлен не искусственно, это очень важно, а действительно естественным образом транслируется архетип любовницы, это женщина всегда с подарками. Возле нее всегда щедрый мужчина. Возле нее всегда мужчина изобильный. Даже если он не зарабатывает миллионы, он ухаживает за ней в рамках своих возможностей. Она себя чувствует счастливой. Это тоже важно понимать. Не каждой женщине нужен олигарх, не каждой женщине нужен миллионер. Мы говорим исключительно о том, что эти ухаживания будут. Поэтому ваша задача обратить на это внимание. Детям не дарят подарки. Вот если женщина в психотипе ребенка, такой принцессочки, вам никто ничего дарить не будет. Либо вы в архетипе такой хозяйки. Зачем нужны? За мамкой ухаживать. Мама себе сама все приобретет. А вот за любовницей, за архетипом любовницы будут. Как женщине стать такой? Ну как что-то, поработать над собой? Или что вы думаете? Что если блузку купите, вывалите грудь наружу? Мужчина вам подарки купит? Ну может быть айфоны купит, чтобы переспать с вами в лучшем случае. Под этим видео у меня есть ссылка. Программа называется «Я такая, одна удобная или уникальная». Мы за пять дней разбираем пять разных тем, все они взаимосвязаны между собой. В том числе говорим про сексуальность, про женственность, про личные границы, про психологическую зрелость. Частично поговорим с вами еще про архетипы, безусловно, потому что это важно для каждой женщины. Если этого не понять, не осознать и не привести в порядок, вы так и будете привлекать в свою жизнь жадных мужчин. Не имеет значения, сколько у них денег. Просто будете привлекать жадных мужчин. Я думаю, что такого желания у вас точно нет. Конечно, каждой женщине приятно. Получать и подарки, и ухаживание, и романтику. Это нормально. Нормально. Но, еще раз повторюсь, многое зависит от вашего внутреннего состояния. Иногда женщина живет с финансовыми блоками, не позволяет себе ни радости, ни удовольствия, ни наслаждения. И даже не подозревает, например, что у нее может быть тот же тазовый блок, брюшной блок, который очень часто отвечает за материальное благосостояние. Она первый раз, возможно, об этом слышит. И вы первый раз об этом слышите. Возможно. А телесно-ориентированная психотерапия эти вопросы решает. Вот про это, про все на программе «Удобно или уникально». Ссылка в описании под этим видео. Ну, конечно, мне интересен ваш опыт. Может быть, у кого-то из вас есть свои фишки, при помощи которых вы, ну, в прямом смысле слова, разводили мужчину на подарки. Вот он не дарил вам, не дарил, и вы там с ним какие-то манипуляции произвели. И он вам подарил машину, либо телефон. Напишите, пожалуйста. Я думаю, что это будет полезно почитать и мне, и девчонкам. Может быть, у кого-то даже опыт будет схожий.